Эх, море, оно и в Африке море, а точнее в Азербайджане. Живя в доме на колесах понимаешь, что море это не только твой друг, но и отличный психотерапевт. Именно возле моря кочевая жизнь становится романтичней. Доброе утро. Уже просыпались часа два назад, когда сильно жарко стало, открывали двери в окна, потому что пекло уже конкретно. Посмотрите, что у нас там, что у нас там, какая красивая девушка лежит, да? Афиг мокнуть. Давайте посмотрим, что там на улице. Всю ночь мы так спали. Ох ты море, это какое великолепное. Красота, конечно. Ночью здесь какие-то машины все время ездили, здесь вот по песку возле берега так вот таскаются. О, смотрите, то люди-то приезжают, плавают сразу в таких волнах. Ё-моё. Вот подмороженные какие, да, блин. Ну что я знаю, волны сильные. Я не знаю, как можно в этом сейчас купаться, но люди купаются. Здесь они купаются. Наверное, и мне можно. Дай, кто быстрее, тот молодец. Нет, быстрее не значит счастье. Смотрите. Мы купали шахтло вчера. Давайте вам покажу, что это такое. А Аленка говорит, такая, я не буду плов кушать. Ну, куда денется, когда разденется, блин, когда запах пойдет от этого плова, она сразу же первая прибежит на него. Не прибежит, что ли? У тебя рот с утра не раздит. Смотри, у тебя раздит хорошо, а каждое утро, блин. Бить ее надо, Аленка. Крыса такую, блин. Кстати, надо, наверное, музыку с утра включать, чтобы интереснее было жить. В общем, подача какая-то плова была. Вот такая вот штука большая, да, вот в тесте, а внутри утроит плов. Там очень много разных сухофруктов, ну и вообще вкусняк разных. Вот, кто не видел предыдущую часть, а я тут посмотреть, там вы увидите, вот это вот блюдо, оно такое все, ух, парит. Ну, короче, интересная подача была. Знаю, что мы его сегодня будем заедать. Да, надеюсь, все больше и больше здесь. Вроде бы утро, да, а с самого утра начинает места закрывать. У нас в машине более-менее жарко, нужно дверь приоткрыть. Ну, вот так, думаю, будет достаточно, чтобы проветривалось. Привоткроем полностью. Все. И вот так можно сделать. И ветра сильного не будет, и проветриваться у нас будет, да, на 5 секунд. Что там за музыка-то играет? Что за беспредел-то, Алена? Беспредел. Беспредел. Будем кушать шахлоп, дай потом купаться пойду. Ты такой молодец мне приготовил шахлоп. На, целуй меня, Бай. Целуй меня, Бай. Сейчас там море, такое прям видно, вот так изумительно. Дай, дай. Че? Я поел. Алиса, туши Бетхуэна, Моцарта. Вот так красота. Пойду купаться. Попробую водичку. Вообще, просто люди вон купаются, не вылазят по минут 10-15. И мне интересно узнать, да, вот, ну, что же, ооо. Такая-то не прохладенькая, потому что я возменее нагрелся. Песочек такой, ну, ракушки маленькие, да. Ооо. Ух. Вы знаете, приятно. Вот идешь, чувствуется, что это все-таки такой песочек плотненький. И вода теплая. То есть она не такая, как парное молоко, да, а вот такая, блин, охлаждающая. Посмотрите, волны-то какие. Прикольно, конечно. Мне нравится. Несомненно. Теперь я чувствую себя нормальным человеком. В отпуске, да. А то с Аленкой все время ездим, ездим куда-то, торопимся. Вот так нужно отдыхать нормально, по-человечески, блин. Приехал, купаешься, без ветра. Кстати, не особо оно прозрачное, да. Вот видно руку уже. Не видно практически. А-а-а-а, А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Здесь лежать хорошо, да? Вверху чувствуем себя, людьми валяемся. Конечно. Море все-таки облагораживает людей, как и в русском. Денис, когда тебе по ризам писать. Да, волк не собака, лает громко. Смотрите, кто это у нас здесь. Бобик спит, отдыхает в тенечке. Что-нибудь пожать принести, в магазине поискать, пирожок какой-нибудь. Ты же маленький еще. Пригрелся у нас. С таким хорошим настроением пойду прогуляюсь до магазина. Не знаю, здесь есть он или нет. Ну, надеюсь, найду. Потому что здесь место туристическое. Людей отдыхает много. И знаете, что заметил? Что здесь очень много вертолетов летают часто. Тут же вроде как получается море, это как граница же, да? То есть патрулируют, видимо, летают, плавают на катерах. Кстати, пляж, да, вот хочу отметить, достаточно чистый. То есть видно, там с утра ходят люди, убирают мусор, то есть вот это вот собирает после отдыхающих и собирает большие пакеты. Это вот плюс огромный. Кутап есть? Есть. Три кутапа. Три. Мясо или сыр? Три кутапа. Три. Нет. Один такой, один такой. Не понимаю. Не понимаю. Да, 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 один такой, один такой. Попробуем чем они? Холодный, какой? А, нормально. Нормально. Айра, да? Не понимаю. белка я с милкой мелко молоко я милки а я не надо молоко холодное фонта кола есть вот вот а давай давай вот если вот продавать же надо я и не понял 1 2 2 2 с 1 2 они 11 хватит вот айран получается как я понял это берем ну спасибо хороших продаж а такие вот добрые люди рачек посоветовали куда вообще копейки стоит в принципе данная на около 20 рублей я пойду к аленке я ж мороженое еще взял аленушка дождалась мороженое а что еще ребенку нужно а ей нужно еще кутапчик такой дикий смотри намного дешевле стоят чем в центре баку в раза четыре наверно попробуем сразу такой солененький сильно посмотрите тут веселый мороженщик ездит я думал такие такие ужастики где-то бывают мороженое хочешь пломбирчик свеженький подойду куплю маньячного мороженого много сейчас секунду подождите сейчас узнаем какие цены чуть за 2 монота есть вот как раз за 2 монота есть здрасте за 2 монота чуть чуть вкусная женская на цены вполне нормально это 100 рублей это по 50 два мороженого лучше за 2 монота можно нету за 1 манатой за 2 монота тогда одну вот впервые такую попробуем знаете благодарю удачи вам пока музычку я запоет соточку стоит нормальная цена 100 рублей несмотря на будни вечером возле каспийского аншлаг каким-то невероятным образом наша машина становится магнитом притягивающим мест да так вот приезжает прямо рядом с нашей машины устраивает его лагерь заметьте очень много места но именно наша машина как магнит притягивает всех в чем вообще прикол и запишет комментариев если вы понимаете все действия я уже это снимаю в общем так вот сейчас пройдусь по пляжу покажу чем занимаются здесь местные пакенцы но все даже азербайджане вечером своя такая атмосфера до свой колорит особенный то есть я сейчас мимо проходил блин нифига себе да это только здесь надо так на пляже бывает так что я сейчас пройдусь не все более так подробно покажу а вот кстати можете здесь видно нарды играют вот так вот между машин садятся раздеваются и играют все подойдем спросим тех занимается растя я вас снимаю можно извините а у вас ставки на деньги или на интерес играете я просто много где видел азербайджане играют именно в нарды прямо вот это вот так я сам сибири с иркутска где байкал если я скажу что я сбил да конечно поверю здесь очень много людей кстати кто в россии жил долгое время да мы на машине автодом у нас блогеры ну одни как час эти дыни хорошая сейчас пошла уже свежая угощу конечно если угощаете кусочек мой вот это хорошо вкусная вкусная дыня здоровья попробуй про угощают бери маленько вот покупаю на рынке не так сладко угощают сладко когда сезон идет я могу сказать да может быть когда она уже с огорода свежая может быть и где-то вкуснее ну вот сейчас вот это время на на в россии еще такая не очень вот такие вот азербайджане да получается играть нарды едят всякие фрукты разные вот по угощался как следует у них можно было ленте чуть взять ну как-то невежливо да вот так вот набирать в карманы вишню съел если тоже играть нарды подузно смотрю поинтересуюсь здравствуйте тоже нарды играет хорошего вечера азербайджан уху с иркутска с байкала такие красавчики да вот что я хотел заснять здесь вот самовар реально настоящий самовар я мог стать кем угодно музыкантом ресторатором ведущим продюсером мужем отцом и стал потому что всегда был свободно альфа банк для умных и свободно в азербайджане есть традиция пить чай из самого самовара именно такой способ позволяет напитку приобрести правильный вкус местные говорят что для лучшего пляжного отдыха необходимы семья ковер и самовар кипятят потом здесь кипяточек и а как у вас правильно называется бакинский самовар да вот ну красавчик дать я руку пожму просто красавчики а что кушать будете сегодня кукуруза она готова есть нету еще на ну так вот понимать азербайджане сидят и чай варят вообще красавчики тамара тамара не понимает тамара давай найду я чай как понял более так по современному девчонки до косарет говорит инстаграм то есть что попросили сказать мне я ничего не понял сказал все за убирали короче вообще тут такая знаете атмосфера очень крутая просто бомбическая ставьте лайков если вам тоже надо спасибо красавчики блин такая атмосфера стоит да знаете реально вот чувствуется что это знаете ты находишься где-то вот в азербайджане флот мочи просто сделали настроение красавцы кукурузу жарят народы играют понимаете вот тот самовар да бакинский самовар тут у них особенный ой заката какой изумительный красотень видом арбуз идет не совсем вкусный потому что плохо съели его сразу видать а здесь чья-то лодка на прицепе так стоит да на приколе на даче она не пойду по штамм особо то делать нечего самый капитал здесь вот так и был до атмосфера прям на 100 500 просто в общем атмосфера листка пляжа такая суперское интересная местные люди такие прям ухуд добрые хорошие ну знаете такой особенный колорит здесь да то есть вот эти вот бакинский самовар живут мангалы такие дружные семьи да у них здесь мне нравится здесь комфортно безопасно море здесь такое теплое волны изумительные конечно все понравилось вообще рекомендую это место посещения если вы туда поедете да вот это как бы в онлайф да вот это жизнь колеса приезжайте сюда здесь комфортно по что здесь в азербайджане так много таких мест здесь комфортно и если через дорогу будет магазин и тем более через дорогу есть магазин не можно прикупиться да вот там но чень покнуши там воды взять нет нет и бы крышки можно да так что имейте ввиду вообще я рекомендую даже 3-4 дня поджим но не в субботу и воскресенье и не в пятницу пошла здесь будет вообще все баку наверно такой он шлак что просто тебе будет говорить это моя волна была зачем ты ее забрал мне нравится отличный вечер ну все друзья сейчас отправимся до я нардак ехать до него полчаса нормально то вот вечный огонь видно да там горит помчали пока это светло а и и и и и и приехали по камеру так google maps показывает сейчас посмотрим можно будет там где-то припарковать вот так вот друзья идем шампурами среди ночи аленка на креле взяла будет петь и идем даем взятку тысячу рублей практически да это просто цена билета на то чтобы ты был один среди ночи возле такого красивого огня точнее огоньков там много я просто не видела не знаю но наслышан но видно здесь такой более-менее уютный парк нормальный здесь то есть стоянка днем все как положено ну пойдут денежку нести ну друзья получаться прошли какими-то оконями путями теперь наблюдаем смотрим удивительно там такой действительно большой большой костер да он много тысяч лет уже извергается он как бы выходит из земли классная тема поначалу мы не поверили что где-то в азербайджане можно увидеть воочию природу вечный огонь но когда ты встречаешься с этим чудом природы ты понимаешь что все возможно в этом мире говорят что огни янардага начали свое существование в доисторические времена и являлись местом паломничества для многих людей и В кармане и с чекой в руке Мне чайки здесь запели На знакомом языке Я отдал спокойно Не прятался в небо Колесами печально В небо спорит круизер Уходим, уходим, уходим Наступает ревина Почище Боятся я, ты зная И кстати подлая Владивосток две тысячи Вот это сервис Ну в общем Что могу сказать Прикольно, хочется его все таки туда вниз Было бы спуститься, потрогать Не знаю, получилось бы Нет маршалов там пожарить Непонятно еще Но суть в чем Можно я скажу Друзья, суть в чем Что когда-то, когда это место Еще было первозданным, оно было классно Сейчас Это туристическое место Туда нельзя спуститься Ну понятно, что это охраняемая там территория Чтобы сохранить эти огоньки Но блин, друзья, ну может Вот все-таки охота ближе, да Прикоснуться к этому чуду природы А так В нем-то можно спуститься Разве, нет? Конечно можно А маршмеллоу пожарить? Навряд ли Маршалов бы не получилось Просто Ну в чем суть получается Вот так еще все закрылось Он только дал задалека посмотреть Близко спуститься Нельзя шуметь Нельзя, короче, дичь полная Приходите вечером Когда еще они работают нормально Едем теперь до гора Бешбармак называется Короче, там будем, наверное, ночевать Ехать я точно не знаю столько Ну, 150, наверное, точно Километр придется ехать О, долго будем Ночь прием Нам, поконим Субтитры сделал DimaTorzok А я сейчас буду проверять Вот такую хрень от комаров Сейчас у нас сетка Но она не пропускает воздух Потому что, понимаете, она плотная И ветра, когда нет Сюда воздух вообще не заходит И здесь душно То есть мы ее хотим снять И включить этот раптор Проверим, этой ночью вообще Помогает она или нет Друзья, в общем, мы включили раптор Смотрите Первый трупешник на карте Вот такой красный Напился уже кровью И убил его И убил его Не раптор Убил его Аленка Аленка, да Аленка замочит Короче, не знаю Действует раптор Нет? Но эффект уже на глаза Понимаете, да? Вот он Вот он, да В тихом океане Где-то там уже Кровавое Месиво какое-то В тихом океане Вот так вот, друзья, здорово Проснулся утром И видишь В каком месте Ты прекрасно Насправился Потому что Ночью было не видно Вот вы сейчас можете Лицезреть Какое количество людей Поднимается на эту гору Да, машины повсюду Мы, честно, думали Что Здесь вообще Не будет людей Что Будем снимать Вообще Как все положено Сейчас придется Снимать так О, какая свежесть Хорошая Кстати, я почему-то смотрю Здесь много людей Как-то бы Пешком приходят Смотрите Да, вот тропинка такая Есть Вот наверх Туда уходит И нормальная Вот эта вот Лестница И здесь Вон вниз Куда-то Сейчас надо посмотреть Изучить Видимо здесь Снизу Приезжают Вот на машинах Да, видно И сюда Пешочком залазят Вообще Сюда вроде как На паломничество Приходят И Что-то С религиозной Целью связано Так Да, вот видите Какая длинная Да, вот Там небольшая церковь Видимо А вот Сюда наверх Самые ленивые Как и я Наверное Приезжают Но в общем Мы вечером Ехали Ничего особенного Это и не видели Смотрите Кто сюда хочет Приехать Классное место Если по этой тропинке Поехай Да И там Где-нибудь Остановиться На ночевку Тоже будет Изумительно Деревья Такие Мух Конфет Просто Работает Какой-то там Дизель У кого-то От Наша Ласточка Да Он что-то Жужжит Дизель Видимо Оооо Вы посмотрите Какой отсюда Вид-то Открывается Шикарный Видно Дорогу По которой Мы ехали Море Бескрайнее Вот она Экзотика Азербайджана Вот он Колорит Местных Ты просыпаешься В невероятной Атмосфере В уникальном Месте Где все Размерено И гармонично А время Будто Остановилось Давай, Аленка Подсибирись уже Пытается Одевать Кофту Подсибирись давай Семь Святыню Так Женщины В некоторых странах Всю жизнь Так Ужасно Мне тоже Пришлось Джинсы Одеть Видите Пекло Плюс 40 Здесь скоро Будет А мы Уходим В одежде Как бы С одной стороны Правильно Святые места И со своим Уставом Чужой монастырь Не лезут Так Правильно Все Я Оделась Молодец Хорошая Одежда Наша машина Снизу Вот моя любимая Супруга Аленка Вот Люди какие-то И Поднимаемся Выше Судовид Такой достаточно Красивый Интересный И видно Вон дальше Еще Да Эта лестница Куда она Уходит Вон туда Высь Высь Здесь какие-то Вот камни Непонятные Нормально В целом Ну виды Грандиозные Отсюда Прям Вот эти вот Скалы Скорее всего Назвали Бежмармак Потому что Пять пальцев Пять выступов Таких Должно быть Здесь однозначно Здесь перед началом подъема Какая-то трава продается Что-то знакомое Какая-то полынь какая-то Взарин 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 Всякая сувенирная продукция Разная есть То есть Перед ходом Можно Посмотреть Если что-то понравится Можно Купить Ну цены Думаю Здесь более такие Как для местных Но чуть-чуть Завышенные Потому что Хотя туристов Тоже много здесь Вообще На всякий случай С собой деньги взял Потому что Все может быть Здесь могут И за вход Деньги брать Но вроде бы Еще никто не просил Такой достаточно Крутой подъем Сейчас права Должны подниматься Поедет Слева спускаться Ну посмотрим Крутые лесенки Такие видны Они По сантиметров 50 Наверное 60 По полметра Бешбармак В народе Наделяют Священным даром На его вершине Было построено Сакральное место Пир Где по преданию Исполнялись Надежды И желания На гуру Взбираются Как старики Так и дети Не боясь Трудностей Преодоления вершины Интересно Отсюда Вон видно Что какие-то раскопки Что-ли делали Дома Видимо Что-ли-то были Ну или какие-то Другие Религиозные Постройки Сооружения Чуть-чуть осталось Еще там Раз, два, три Четыре, пять И поднимемся Ну-ка Когда уж поднимемся Здесь видно Язычки на деревьях Есть лестница вниз Видимо сюда приходят И желания загадывают И тоже видно Какая-то постройка Здесь была Сооружение Видимо здесь Молились И что-то фур Какой-то растет Инжирная Друзья Такие вот узкие Здесь проходы Если кто-то один Там остановится Сфотографироваться То все Другие уже Просто стоят И смотрят Как он подается И протянем Смотрите Это Насколько там Пробка Да теперь Потому что Кто-то остановился Другие все стоят Смотрят Это короче Нормальная тема Ну что Подальше пойдем А все Здесь видимо Молитвенное что-то Намаз Да-да-да-да А там Просто могут Отдохнуть Зайдем Можно зайти Тут смотрите Это постройка Такой шикарный Вид вниз Понимаете Все В скале Практически Этот дом Сделал Постройка Здесь так более Уже прохладно И можно Охладиться Снег В общем Друзья Вот сюда Вот приходят Это конечная цель И здесь Проводят Вот это Мольба Получается Молиться Аллаху То есть Вот этот камень Там помещение Там еще одно Помещение То есть Это конечная Точка Так что Можно потихонечку Уходить Да Жарат Становится Просто невыносимой Сюда нужно Приезжать Либо вечером Либо утром В Азербайджане В тени Это же мне кажется Плюс Знаете Что друзья Хочу отметить Что это место Очень популярно У местных То есть Здесь туристов Не так много Пока я Особых Вообще не видел А местных 95% Наверное Здесь Азербайджан Богатно Интереснейшие Загадочные Даже Таинственные Места Одно Из таких Мест Бешбармак Ладонь Протянутая К небу Удивительная Гора Напоминающая По форме Пять растопыренных Пальцев Издрюги Эта гора Служила Также И отличным Ориентиром Для мореплавателей Такая радостная Что прогуливается Любит Гулять Сразу Видно По личике Неотразимому Такая Дынька Стоит 100 рублей Только Здесь Честно Некоторые Дорогие Некоторые Нет Но Дыня Арбуз Так же Как и у нас Стоит Истинный Азербайджан Я же говорю Тухлая Паблы Обманули Да она по запаху Сразу Тухлая Была Я более-менее Дыню почистила От этой гнили Сейчас будем Пробовать Денис Куда-то пошел В тихушку Купил дыню От меня В тихушку Сиди в машине Я пошел Сюрприз Сделать Сюрприз Купил Гнилую Дыню Шапки Тебя Нашмать Нормальная Дыня Честно Невкусная Несладкая Хотя Хотя Это уже Все А вот И И Но она Либо неспелая Либо переспелая Одно из двух Почему она не сладкая Ну это вода Просто вода Слегка Со сладковатым Таким оттенком Нормала Вот такая Не знаю То, что она сейчас Поднялась Видимо Вкус Испортился Когда начинает Вот эти вот Точки Быть мягкие Это уже Гнилая Дыня Читаем Ну да Видишь Вот эти вот Мягкие Помнишь Какие есть Смятины Все Черный Тебя выкидал Друзья Сейчас поедем В Хадзинский район Там какие-то Розовые скалы Должны быть Ехать 50 километров Отсюда Ну целый час Практически По пути Может День покушаем В какой-нибудь Такой Местной Забегаловке Ну вот так вот Едешь С Аленушке С моей любимой Супругой И понимаешь Что здесь вдвойне Втройне Красиво Днем Не ночью Что мы сюда Поднимались Ничего не видели А вот именно Сейчас Смотрите Как здесь Снизу Прикольно И можно уехать Туда левее Правее Куча дорог И там такие Маленькие деревья Такие классные Знаете Как саванник Какой-то Ну это просто Великолепно Мне нравится В коне Здесь можно покататься Люди Здесь на парапланах Еще летают Ну короче Здесь так Это все Что нужно есть Так Ну-ка Чуть-чуть Отъеду от него А то Ага Вон там вот На параплане Китается С каждым Новым километром Дорога открывает Тебе удивительные места И Азербайджан Не исключение Так хочется Чтобы эта дорога Была бесконечной Друзья Спасибо Что досмотрели Видео до конца Спасибо Что путешествуете С нами Вы знаете Что сделать От вас Лайк И комментарий С любовью Ваши Денис И Аленой Субтитры создавал DimaTorzok